Каждую среду в студии телеканала Самарагиз мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В Самаре много лет проходит городская акция «Внимание, первоклассник» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Какова ее цель и сколько детей в ней уже приняли участие? Какую помощь получили самарские семьи с детьми накануне учебного года? Как обстоят дела с вакцинированием в Самаре в начале осени? В нашей студии Ольга Слесовая, руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара. Ольга Владимировна, добрый вечер. Рад вас видеть. Здравствуйте. Итак, начался новый учебный год. Всех можно поздравить, родителей, детей. И вот в начале учебного года предлагаю поговорить о помощи, которую получили самарские семьи с детьми накануне этого учебного года. Родители близнецов и двойняшек, учащихся первых классов, насколько я знаю, они получают единовременную денежную выплату. Вот расскажите подробнее, что это такое? Ну, конечно, 1 сентября – это долгожданный праздник для родителей и для детей. Но, конечно же, подготовка к этому дню увеличивает расходы родителей. И мы знаем, что в этом году большую поддержку оказана указом президента Российской Федерации. К каждому ребенку-школьнику выделено 10 тысяч рублей. Помимо этого, конечно, дополнительные меры поддержки существуют и в городе. Как вы уже сказали, выплата единовременная к тем близнецам, которые идут в первый класс, у нас оказывается уже третий год. То есть на каждого ребенка по 5 тысяч рублей родитель может получить. Эту выплату можно получить с 1 июля по 1 ноября. То есть те родители, которые еще не получили, они смогут нам обратиться, не торопясь, на это еще у них есть 2 месяца. Для этого правила очень просты. Это должен быть гражданин Российской Федерации. Родители должны быть зарегистрированы на территории города Самары. Так как эта дополнительная выплата все-таки оказывается из городского бюджета города Самары. Обратиться за эти выплаты можно в любое районное отделение городского учреждения Центра обеспечения мер социальной поддержки. Либо в отделение МФЦ, которое у нас очень много на территории всего города. Поэтому родители обращаются с заявлением, прикладывают небольшой пакет документов. Это паспорт, свидетельство о рождении детей, документ, подтверждающий регистрацию на территории города. И справочку из школы о том, что дети в этом году стали первоклассниками. И на основании этого пакета документов мы перечисляем денежные средства на расчетный счет, которые указывают родители. Соответственно, они получают деньги на карточку. Да, это деньги получают на карточку достаточно быстро. Поэтому те родители, которые еще не пришли за этой единовременной выплаты, я приглашаю их для того, чтобы они воспользовались возможностью, которая сейчас у нас есть в городе. Да, я еще раз хочу подчеркнуть, что два месяца еще у них есть. То есть сентябрь и октябрь. До конца октября можно это сделать. То есть времени, я считаю, более чем достаточно. Совершенно верно. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет и затем продолжим нашу беседу. Мы обсудим этот сюжет. Сюрпризы, загадки и викторины. Белорус, бесконечное здоровье. Городской департамент ОПЕГИ, попечительства и социальной поддержки проводит акцию уже 19-й год в рамках муниципальной программы «Самара. Детям. Мы разные, мы равные». Встречают аниматоры, играют с детьми, их приглашают на сцену. Они читают стихи, все в шариках. Мы им подготовили сладкие подарки. С каждым годом все больше и больше уделяется внимание именно инклюзивному образованию. В первую очередь, конечно, подготовка учебных заведений. Мы делаем и пандусы, мы приспосабливаем личный пролет. Мы еще и обеспечиваем ноутбуками детей с ограниченными возможностями для того, чтобы они могли дистанционно обучаться. В этом году в городской акции примут участие 100 первоклассников с ограниченными возможностями здоровья. Часть из них поздравили в поселке Управленческий. Праздник прошел с обязательным соблюдением правил безопасности, а также применением бесконтактной термометрии. Я думаю, это необходимо для детей, для того, чтобы они все-таки сначала развлеклись, размялись немножечко и подключились, уже потихонечку начали подключаться к школе. Мы даже еще не успели рюкзак приобрести, а тут нам такой подарок. Это очень действительно и помогает родителям. Остальные ребята примут участие в районных праздниках, посвященных Дню Знаний, где также получат подарки. За время проведения акции «Внимание, первоклассник» участие в ней приняли более 4 тысяч детей. Ульга Владимировна, акция «Внимание, первоклассник» направлена в первую очередь на детей с ограниченными возможностями. Какова ее цель? Как она вообще создавалась? Потому что дело благое, дело чрезвычайно важное, чрезвычайно полезное, тут даже нечего обсуждать на самом деле. На самом деле на территории города действует муниципальная программа «Самара дети, мы разные, мы равные», которая, конечно, создавалась для поддержки детей с ограниченными возможностями. И в рамках этой программы проходит, конечно, не только эта акция «День первоклассника», которые мы проводим уже не один год. В этом году более 100 детей, у нас, вернее, даже 100 детей получили подарки в виде ранцев и канцелярских товаров, и плюс сладкие подарки. Ну, как вы видели, родители очень довольны, дети были счастливы. Главное, вы праздник для них устроили, вот что важно. Ведь подарок-то это хорошо, но главное праздник. Праздник, да, нам очень помогл, помог театр витражей, которые предоставили, которые провели такое анимационное представление для детей. После представления они катались на аттракционах, нам бесплатно дали возможность детей покатать на этих аттракционах. Поэтому все с этого праздника ушли очень счастливы. Но программа, конечно, рассчитана не только на подготовку детей к 1 сентября, это вообще поддержка детей с ограниченными возможностями, и в основном, конечно, школьников. Вот у нас, как вы слышали, есть и такое мероприятие, как предоставление ноутбука, либо компьютера, в зависимости от того, что необходимо, детям с ограниченными возможностями, которые обучаются в школе. Вот в прошлом году, да, у нас около 2 миллионов было предусмотрено на эти цели, и 70 детей получили ноутбуки в подарок. В этом году мы закупили компьютеры, потому что прошлый год показал, что все-таки дистанционное обучение у нас возможно в связи с эпидемиологической обстановкой. Ну да, потому что ковид, он с нами навсегда теперь. Да, но и показал о том, что все-таки многие дети с ограниченными возможностями учатся на дому, не только связанные с ковидом. Согласен, да, да, разных причин. Силу своего заболевания, да, разных причин. Поэтому, посоветовавшись с родителями, да, выяснили, что все-таки нужен стационарный компьютер для того, чтобы ребенок мог полноценно, в общем-то, обучаться в школе, и в старшеклассники даже получать какую-то профессию, работая на хорошем, современном компьютере, который мы в этом году тоже им закупили и предоставляем. Помимо этого, конечно, еще в рамках этой программы единовременные выплаты мы выплачиваем родителям на ремонт помещения, где проживают, да, несовершеннолетние дети с ограниченными возможностями. У нас тоже есть это в программе, поэтому родители могут обратиться к нам. Если у них меньше прожиточного минимума, да, являются малообеспеченными, то они обращаются, и мы предоставляем единовременную выплату для ремонта квартиры. Для ремонта вот того помещения, где ребенок с ограниченными возможностями располагается, учится и так далее. Ну, да, у кого-то требуется замена окна, кому-то требуется приспособить жилое помещение для нужды ребенка расширить дверной проем. Ну, там может быть все, что угодно. Все, что угодно, да, для того, чтобы создать условия, в общем-то, в том помещении, где проживает ребенок. А вот эта программа, она круглогодичная или это вот, ну, там, условно говоря? Сейчас действует программа с 2018 по 2022 год. То есть на протяжении четырех лет эта программа реализуется, ежегодно пополняется какими-то новыми мероприятиями. Мы постоянно расширяем какую-то помощь детям с ограниченными возможностями. Поэтому в 2022 году, конечно, мы будем разрабатывать новую программу, возможно, там будут еще какие-то новые мероприятия, которые мы для детей включим. Поэтому эта программа, конечно, действует уже не один год. Вот меня прям заинтересовала вот эта история с пособием на ремонт помещения. Насколько его сложно получить-то вообще? Ну, в общем-то, абсолютно несложно. Для этого предоставляются документы, подтверждающие, что семья относится к малообеспеченным семьям. Там предоставляются документы о том, что ребенок является с ограниченными возможностями. И документы, подтверждающие, что это житель города Самара. Собственно, и все. Собственно, и все. Специалист выходит, делает акт обследования, да, убеждается в том, что действительно помещение требует ремонта. Ну, или какой-то модернизации там, например, как вы сказали про окно, например, или там про какую-то подставку там. Я говорю, сейчас сложно сказать даже. Совершенно верно, да. И семью ставят в очередь. Понятно, что мы не можем удовлетворить сразу все пожелания, да. Поэтому ставится в очередь, и как только очередь подходит, единовременную выплату данной семье предоставляется. Здорово. Просто вот, ну, я даже не знаю. Ежегодно более, около 50 семей получают такую выплату. Замечательно. Предлагаю поговорить о ситуации с вакцинированием в Самаре, потому что, ну, это сейчас одна из важнейших тем, одна из важнейших проблем. Вот по вашей оценке в начале осени, как у нас сейчас обстоят дела? Вы знаете, вот наблюдая темп вакцинации с начала года, да, хочется сказать, что наибольший темп был в июле месяце. Мы прививали по 32 тысячи человек в неделю. Сейчас немножечко там снизился, сейчас уже где-то 28 тысяч в неделю. То есть по 3 тысячи человек примерно в день, а 3 по 4? Совершенно верно, да. Поэтому, в общем-то, сейчас необходимо всем мобилизоваться для того, чтобы в осень вошли мы, в общем-то, с хорошим процентом вакцинации. На сегодняшний момент, к сожалению, у нас привито только 43% населения от общего населения, которое проживает на территории города. Для того, чтобы сформировать все-таки иммунную прослойку, да, и возможность снизить заболеваемость по ковиду, необходимо вакцинировать как минимум 60-70% населения, проживающего на территории города. Но это имеется в виду именно взрослого населения, то есть старшего? Взрослого населения. Речь идет только о взрослом населении. Совершенно верно. Поэтому призываю всех, кто еще все-таки сомневается, вакцинироваться, потому что это, в общем-то, нужно каждому из нас. Это наше здоровье и здоровье наших близких. Ну да, тем более, что сейчас осень, и начинается сезон прививок от гриппа, и там, насколько я понимаю, должен пройти месяц между прививкой от гриппа и, соответственно, и то, и другое важно, ну, соответственно, нужно просто думать о себе. Совершенно верно. Владимир, вот по вашему мнению, как акция «Самара, я привит», которая вот сейчас заканчивается второй этап ее, как она повлияла на темпы вакцинации, вообще вот на вакцинацию на территории города Самара? Ну, этой акции мы хотели в первую очередь прилечь внимание населения к тому, что, ну, если уж вы сомневаетесь, то вот вам вот акция, да, какая-то плюшка, которая, в общем-то, поможет вам, может быть, склониться к тому, что все-таки, ну, вот не просто так, хоть вот что-то мне подарят. Поэтому эта акция, конечно, привлекла интерес. В прошлый раз около 6 тысяч приняли участие, в этот раз акцию мы продлили с 1 августа. Как раз вчера акция завершилась, тоже более 6 тысяч человек приняли участие в этой акции. Призы у нас остались те же, это 7 смартфонов, это телевизор, это ноутбук, это большое количество билетов в музей, на футбол, в театр. Поэтому люди, которые в прошлый раз выиграли, были крайне удивлены, что вот просто зарегистрировались, это потребовалось им, ну, 5 минут для того, чтобы поучаствовать в акции, да, и вдруг им позвонили и сказали, вы знаете, вы вот выиграли ноутбук. В общем-то, люди были очень счастливы. Фантастика с учетом стоимости ноутбука на сегодняшний день. А насколько сложно вот и долго регистрироваться? То есть я правильно понимаю, чисто технически этот процесс как происходит? Ты приходишь, я почему спрашиваю, потому что я-то прививался уже достаточно давно, когда этих акций еще не было, я прививался просто потому, что, ну, как бы думал о себе и своих близких. Так вот, то есть ты приходишь на пункт вакцинации, дальше что там происходит? Вот это вы вакцинируетесь, как обычно, приходите, вакцинируетесь, вакцинируетесь второй раз, вам дают сертификат на госуслугах, да, если вы вакцинировались на территории города и являетесь жителем города, вы после этого заходите на сайт общественной организации информационного общества, подаете заявку, достаточно заполнить там фамилии, имя, отчество, ну, некоторые данные какие-то персональные, вам приходит уведомление на электронную почту, что вы являетесь участником акции. Все. Если через, вот, сегодня будет у нас разыграно уже эти призы, и если человек станет победителем, ему придет уведомление на электронную почту, что вы выиграли, вы являетесь победителем в этой акции. Да, и у вас приз такой-то. Сегодня будет разыграно второе. В 12 часов дня будет разыграно призы. Будет следующий этап или пока еще неизвестно? Ну, пока еще я не могу сказать, будет ли она, но вполне возможно. Кстати, такой интересный вопрос. Вот сейчас уже начинается процесс ревакцинации, то есть те люди, которые там вакцинировались крайне давно, особенно там в конце прошлого года, им уже пора, так сказать, новую прививку делать. Тоже можно поучаствовать? Конечно, да. Конечно, можно, да. Можно поучаствовать и те, кто ревакцинируется. Те, кто ревакцинируется, они могут, сейчас уже поступила вакцина с спутник Лайт, да. Да, 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 как раз для этих случаев. Я вот как раз об этом думаю сейчас. Одной дозой вакцинироваться, да. Многие уже идут перед осенним периодом, в общем-то, второй раз пройти эту вакцинацию. Поэтому, да, вполне могут участвовать. В Самаре действует муниципальная программа сохранения и укрепления общественного здоровья на территории городского округа Самара на 2020-2024 год. Ну, вот раз уж мы с вами заговорили о здоровье жителей Самары. Вот каковы основные пункты этой программы? Ну, эта программа была создана в рамках двух национальных проектов. Это демография и национальный проект здравоохранения. Включает она в себя и дополнительные меры поддержки для медиков, да. Потому что основная проблема – это укомплектованность амбулаторного звена. Мы знаем, что с этим у нас проблемы, да. У нас участковые врачи, да, педиатры. В общем-то, это дефицитная профессия на сегодняшний момент. Ну, да, на сегодняшний день, да. Как-то в поликлинику они не очень хотят идти. Поэтому для привлечения кадров на территории города были введены дополнительные меры поддержки, которые как раз входят в эту программу. Это и найм жилья для врачей, и медсестер, которые работают в амбулаторном звене. У нас получают это медики, которые проживают на территории Куйбышевского района, наиболее отдаленного и Красноглинского района. Это и ежемесячная выплата в размере 5000 рублей молодым специалистам, которые приходят работать в амбулаторное звено. Мы с вами знаем, что молодой специалист не имеет стажа, поэтому, конечно, заработная плата пониже. И для того, чтобы поддержать, в общем-то, молодых специалистов, была вот эта дополнительная мера поддержка и включена в эту программу. На сегодняшний момент уже 149 врачей в городе получают вот эти ежемесячные выплаты. Получить эти ежемесячные выплаты можно также, обратившись в МФЦ, в любое отделение. Их можно получить и за весь период, который отработали. Или, допустим, за полгода подают заявление. Мы за полгода сразу общей суммой выплачиваем молодому специалисту вот эту единовременную выплату, ежемесячную выплату. Есть еще и такая мера поддержки, как 50-процентная оплата частного детского садика для детей от полутора до шести лет. Ну, если вдруг ребенок не попал еще в ясельную группу, либо частный садик находится наиболее близко к тому дому, где проживает семья медиков. Поэтому они тоже могут воспользоваться такой мерой поддержки. И мы 50% оплаты частного садика городской бюджет берет на себя. Замечательно. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, и затем мы продолжим беседу, уже обсудим вот ту тему, которая будет освещена в сюжете. Многодетная семья Рангаевых живет в частном доме. У них четверо детей и все мальчики. Дети взрослеют, и за ними все труднее уследить. Поэтому Юля и Сергей обрадовались, узнав, что им вручат пожарные извещатели. Конечно, нам не помешает иметь такой прибор, который бы контролировал задымление и пожары. Ну, на всякий случай, так как у нас соседи горели. Поэтому это, конечно, очень опасно. Нужно контролировать и предотвращать. Надеемся, у нас это получится. Администрации городского округа Самара закуплено 6 тысяч пожарных извещателей. Их получат все многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет. В случае задымления помещения датчики издадут предупреждающий сигнал. Первая раздача пожарных извещателей прошла возле Дворца ветеранов. В дальнейшем каждой многодетной семье их вручат в индивидуальном порядке. Надеемся, что до 1 октября все 6 тысяч извещателей найдут свои квартиры, будут установлены. И это хоть в какой-то мере обезопасит жилье от возгорания или возможности, чтобы там произошел пожар. Также многодетные семьи могут сами приобрести до 5 датчиков и вернуть денежные средства за них, подав заявления и чеки в городской департамент опеки, попечительства и соцподдержки населения. Ольга Владимировна, насколько я понимаю, вот это мероприятие, это часть ведомственной программы «Самара социальная». Вот расскажите об этой программе, ну и вот об этом мероприятии в том числе. То есть почему было принято это решение подарить людям, ну скажем, дать многодетным семьям вот эти пожарные датчики? Ну начнем с того, что действительно «Самара социальная», она действует уже не один год. В рамках этой программы проходит социальное мероприятие для малообеспеченных слоев населения, да, для семей с детьми. И поэтому в этом году по поручению губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, который, в общем-то, очень сильно озаботился тем, что в прошлом году и в начале этого года происходили пожары. И чаще всего эти пожары происходят как раз в семье, где неполадки с проводкой, да, это малообеспеченные семьи, это многодетные семьи, где действительно за детьми не уследишь, где родители работают, а дети находятся одни. И иногда это происходит в ночное время, поэтому было дано поручение всем муниципалитетам провести работу по обеспечению малообеспеченных семей, многодетных семей в частности, вот этими автономными пожарными извещателями, датчиками дыма. Ну да, если да, строго говорить, то да. Да, можно назвать. Поэтому в городе Елены Владимировны Лапушкиной было принято решение ввести даже не одну, а две меры, которые на сегодняшний момент действуют. Первая мера – это компенсационная выплата. Семьям – это многодетные, это дети, находящиеся под опекой и в приемных семьях проживающие, да. Это семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Могут приобрести датчики. Самостоятельно. Добить их штук самостоятельно, да. Обратиться к нам также через МФЦ или через комплексный центр социального обслуживания на территории города. Которые отделения находятся в каждом районе. И написать к нам заявление, приложить чеки, приложить номер карточки. И мы возместим расходы на вот эти датчики дыма. Вторая мера поддержки, как уже в сюжете мы слышали, да, это мы приобрели уже сами 6110 датчиков. Которые будем также их раздавать через наше учреждение. Поэтому приглашаем все многодетные семьи, которые проживают на территории города, за датчиком дыма. Все-таки это хоть какая-то возможность обезопасить свое жилище. Это подает сразу знак о том, что в квартире задымление. Особенно там, где дети маленькие. Не секрет, что часто они остаются одни в комнате, да, играют. Иногда это может быть зажигалка, иногда это может быть спички, да. Иногда они пытаются разжечь костер прямо у себя. Ну да, экспериментируют, да. Экспериментируют. Поэтому лучше быть готовыми к таким ситуациям и предотвратить все-таки пожар. При появлении дыма он сразу срабатывает. Извещает о том, что в квартире задымление. И родитель сможет сразу среагировать. И особенно это важно в ночное время, когда все спят. Вся семья спит. Иногда бывает очень поздно, когда почуяли, что в квартире начался пожар. Поэтому, конечно же, приглашаем все семьи к нам за этими датчиками дыма. Ну и, кстати, тем, кто живет в частных домах, это, наверное, особенно актуально. Потому что там эти риски, наверное, даже еще побольше. Конечно. Посмотрите, что было по всей стране, да. Когда и проводка, в общем-то, очень старые, особенно, говорю, там, где малообеспеченные семьи. И электроприборы, которые какие-то достаточно старые, и возгораются. Поэтому, конечно, это очень-очень нужно. Владимир Владимирович, время программы подошло к концу. Большое спасибо за интересную и содержательную беседу. Большое спасибо за ваш труд, потому что вы делаете, на самом деле, очень важные дела. Потому что, ну, ваши подопечные – это люди, которым действительно помощь нужна. Я надеюсь, что мы с вами увидимся еще не один раз вновь и обсудим жизнь Самары. Напоминаю, в нашей студии была Ольга Слесовая, руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского круга Самара. Помогайте людям. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова